раз тут в ночи зашла такая пьянка и разговоры про свою реакцию на какие-то ситуации немножко расскажу про себя про 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 пока не знаю про что но про что-нибудь расскажу у меня всегда так я особо не знаю про чё я буду рассказывать и буду ли вообще что-то рассказывать нас ли сейчас расскажу то расскажу про сегодня были сообщения сергеевны о том что не нужно как я это вижу опять таки не нужно вестись на ситуации и вовлекаться в них это та же самая пресловутая значимость только другими словами о которой я говорю ребятам всем остальным когда что-то происходит но допустим умирает супер близкий человек вот был был этот раз ну и как бы чё можно делать можно винить себя винить других там если по медицинским каким-то показаниям винить медицинских работников можно можно чего угодно кого угодно винить можно не винить а можно страдать а можно не страдать а можно вовлекаться а можно не вовлекаться это выбор из вашей головы я понимаю что это как бы не всем дается и не все хотят этого вернее как она не всем дается потому что не все хотят люди которые хотя бы отсекают и поднимают у них в голове в моменты подобные в подобные ситуации когда у тебя раздра и пиздец в душе и ты готов обвинить весь мир ты уже начинаешь думать ты вспоминаешь до того как приходят вот это все чух нужно ли тебе устраивает раздра и в своей душе а куда это приведет от того что ты будешь гонять мысли по кругу а что получится я вам скажу чем получится получится обратка напомним все помним помним зеркало зеркало ты я зеркало я и зеркало у меня что-то в голове происходит она отражается в зеркале это как бы и 3d и 5d он неразделен неразделим то есть ты получается что-то короче себе раз в 5d она на 3d 1 и как зеркало опять в твою голову ой кто-то там на ногу наступил там не знаю забастовки на работе еще где-то все плохо и опять в голову щух в 5d у все плохо и опять на братку на зеркало в 3d мир и опять все плохо и вы как эти маятники туда все дым плохо 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 и выбраться оттуда нереально пока ты себе не поменяешь голову все в голове нету обстоятельств нету каких-то дядь и теть ты сам рисуешь себе свою реальность для каждый из вас может выбрать другую реальность любую другую реальность все в голове вы сами это можете нас ли не тогда ездить в жопу с моего канала. Потому что ребята, с кем я общаюсь и которые, возможно, не сейчас, но позже сюда доедут, это ребята, которые знают, что они могут. И ты знай, ты тоже можешь. Так вот, про какие-нибудь патовые ситуации буду сейчас рассказывать. Я уже не помню никаких своих плохих ситуаций, у меня все хорошо. Конечно, они были. Допустим, с тем же 10 лет назад случай, когда я упала с пайка и пластик побила, ногу мне зашивали. Я, кстати, не помню, рассказывала эту историю. Ну, короче, ладно, расскажу в двух словах. Когда я только приехала в Азию, я начинала рассказывать о том, что я какое-то время сомневалась, что мне делать, возвращаться обратно, меня там все ждало, либо оставаться в Азии и начинать новую жизнь. Я понимала, что это будет один раз и навсегда, что если я делаю шаг, то я никогда не вернусь, я не возвращаюсь. Я даже не люблю по той же самой дороге обратно ехать. Я ищу какие-нибудь новые пути. Я считаю, что если ты не заблудился, ты не нашелся, короче. Вот. Это прикольно просто. Но сейчас не об этом. И через какое-то время, там через несколько месяцев, наверное, уже я была в Лаосе, уже я занималась проектом. Отчасти меня на тот момент Лаос не очень зацепил, так скажем. То есть он был какой-то прикольненький, не такой, вот, совершенно другой. Он, Лаос, очень был податливый для меня. То есть все, что мне, как бы, вот здесь было, я могла это реализовать. Но в то же время он был очень маленький, а мне всю жизнь хотелось, то есть, ну, в столице я уехала из Сочи, в Москву, чтобы там покорять столицу. Много людей, Бангкоки всякие. Для меня казалось, что это для меня очень важно. И я жила, короче, две недели там, две недели сям. Две недели Лаосе и два недели в Таиланде. Ну, либо кое-нибудь летала там в Гонконге, во всякие. Короче, много людей летала, не помню, уж не важно. Таиланде опять не нравится ему это. Веревочка, веревочка не нравится. Ну, ты ж улетишь, какашка. И, собственно, про то, как я появилась, да, в Лаосе. Вот, прошло какое-то время, я решила, что я хочу на ретрит. Я не особо и тогда-то знала, и после этого я еще меньше знаю, но не помню, как так сложились обстоятельства, но там был некий Аджан Хуберт, насколько я помню. Это было на Самуи, это был прям ретрит-центр. На десять дней это был обед-молчание. У нас мальчики-девочки жили в разных корпусах, не корпусах, комнатах, не знаю. Ну, короче, это была просто большая комната с какими-то топчанами. Под головой у нас были деревянные подушки. Вставали мы до рассвета, вот, ели мы до обеда. Ну, точно, как бы, что там, медитации, какие-то разговоры, вот, разговоры о смерти, разговоры о жизни. О страданиях, о тому, чему учат буддизм. Нихуя не помню. Вот, но оно было. Было и было очень прикольно. Это десять дней такое. Но это, опять-таки, ребята туда ехали в какие-то отпуска, в короткий промежуток времени, а я ехала уже немножко освободившись от этого всего. Как-никак у меня были деньги на счету, у меня были, была зарплата, какие-то проекты, то есть я не чувствовала себя, у меня было время, то есть мне не нужно было куда-то там супер-мупер торопиться, то есть я уже начинала там, что-то себе в голове, короче, себя сама творить еще больше. Так что было все хорошо и мне это было тоже очень в тему, вот, с какими-то своими там шуточками-прибауточками. Понятно, как это все бывает, как в общаге, блин, все. Вот, и мы, соответственно, там, зазнакомившись с ребятками, пять-шесть, не помню, сколько нас было, притом были все очень разные, очень прикольно. Были девчонки, которые танцевали стриптиз в Паттайе, притом они были все какие-то полностью татуированными, с большими дырками везде, не помню, вот, ну и как бы прям с полосами там себе везде, короче, на ногах, на руках там, ну короче, вот, были еще ребятки, мальчишки какие-то, не помню никого по именам, помню только осталось, просто со мной осталось, ну ладно, сейчас дорасскажу, вот, и мы едем такие на Панган тусить, 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 после ретрита. Мы покатались по Самуи, взяли байки, съездили, искупались там на какие-то красивые места, пожрали, что там, ништячки, там, покурили, короче, все, зашибись. И уехали на Панган. Я такая, там, вот это у меня до того, как я, ну, короче, у меня карточка, там, деньги и все остальное, какие-то люди, я попросила, я говорю, можно я у тебя положу рюкзак, ну, чтоб не тащить на остров, фиг его знают, в каком состоянии там будем гужбанить. Мало ли чё, мало ли чё, вот, и мы прямо на набережной, на пирсе, приезжая на Панган, берем байки, я беру себе PCX, меня почему-то чувак уламывает на PCX, хотя большие байки я до этого не водила и не любила, и не люблю даже до сих пор, ну, хотя на Бали PCX мне зашел, вот, ну, это не суть. И мы едем куда-то там кататься, уже темнеет, какие-то горы, какая-то гравийка, и я спускаюсь, понимаю, что, ну, тормоза, да, то есть ты когда на байк водишь, ну, это без году неделя моя, я ещё на самом деле так себе байк-то водила, вот, и когда ты ведёшь, если ты быстрее покатишься, чем надо, и нажмёшь на тормоза, а у тебя там гравийка, тут тебя просто вот так щухает, и ты, короче, кувыркнёшься. Ну, и я щухой ковыркнулась, это было достаточно медленно, но с учётом того, что там была гравийка, были камни, меня придавило этим PCX, я себе в районе, даже покажу, где-то ещё шрамы остались, вот здесь у меня была большая дырка такая, короче, аж было видно синюю кость, ну, подраны все руки, ноги, всё-всё счесано, вот. Ну, я сажусь на байк и дальше еду, то есть я его поднимаю, едем мы куда-то, едем, водички попить, там что-то какие-то местные кричат, орут, я двух слов по-тайски, конечно, я же не понимаю, вот, в итоге они мне показывают на мою ногу, а я просто, просто в крови, просто вся, я говорю, да вот, ну, похуй, блядь, зарастёт, они такие, нет, 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 и какой-то, я говорю, я сама поведу, отвалите, короче. Ну, сначала они меня с байка, давай отвезём, добрые тайские тайцы, тайчата. Вот, в итоге меня проводили до больницы, чувак ехал впереди на своём мотобайке, я ехала за ним, вот, я пришла в эту больницу, там свет, 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 вот, какая-то тайская мусульманская барышня в этом, в платочке у меня фотографии остались, поэтому помню. Вот, сделали мне прививку от столбняка, блин, там вся больница, наверное, я не знаю, 5 на 5, ну, короче, одна комната и всё, больше ничего там не было. Ну, в отличие от Лаоса, хоть врачи были уже хорошо, а комната не важна. В Лаосе, вон, комнат много, а врачей нет. Поэтому не болейте в Лаосе, если вы сюда уж надумали приехать, вам надо сначала голову поменять, потому что если голову не поменяете, приедете, заболеете, то сдохнете, поэтому осторожненько. И меня зашивают на живую, потому что, ну, там немного, там, 3-5 стежков этих, но суть в том, что я никогда ничего не ломала, блин, я никогда нигде ничего меня не зашивали, то есть, ну, аппендицит вырезали, и то, как оказалось, короче, нифига не аппендицит, доктор сказал, был, но на всякий случай вырезали, а что не сказал, говорит, ничего и не было, всё в голове. Это тоже весёлая история, как я работу работала, учиться училась, ну, то есть, я ночами работала в поддержке, в Билайне, вот, чтобы можно было учиться, и, соответственно, днём училась, а вечером бухать, ну, короче, сработала, потом шла учиться, потом там где-то в метро, где получится, спала, а потом шла вечером бухать, а потом опять работать, ну, клубы там же надо было. Вот, и я в один прекрасный момент ёбнулась, короче, в обморок меня забрали на скорой, а, ну, потому что я пила кофе, вернее, как пипсиколу, кофе добавляешь, растворимый, короче, и ночами глушишь, потому что спать хочется, ну, чтоб не спать. Вот, меня на скорой забрали, аппендицит вырезали, ещё у меня из болезней было сотрясение мозга, при том их было много, но они были в школьное время, и чё, и не помню, я отравилась, наверное, ещё пару раз. Ну, короче, я не люблю болеть, вот, но сейчас мы про панган. И, короче, меня зашивают, ну, ты всё время понимаешь, что, как бы, всё чухня. То есть это я сейчас так рассказываю, но тогда я была такой же, то есть, ну, как бы, понятно, что другое, но у меня не было, что... А-а-а, пиздец, короче, всё, умрём сейчас все. Вот, я пришла с этим байком, мне там чувак махал руками, а у них прям там схема, типа, что, ну, много же фарангов там, где-то пластик чуть-чуть повредил, а они вместо тысячи, там, 30 тебе, ну, или так далее. Ну, короче, на чём бы ещё заработать, аренда дешёвая, ну, короче, это нормально, блин, всё нормально. Вот. Чувак мне выставляет счёт в тысячу баксов за мотобайк. У меня паспорт у него в залоге, потому что там взамен на паспорт только оставляли байки. Карточка у меня осталась на Самуи, денег у меня с собой там, ну, что-то тысяч 10, думаю, на два дня погулять-то хватит мне. Баксов 300. Вот. И я, короче, зашитая, хромая, вот, сама с собой припрыгала на этом, по этому, как его, пароме, там, пёрлась на этот остров тудым-сюдым. Ну, благо, добрые люди привезли мне прям к парому, потому что ходить мне было, ну, блин, меня только зашили вчера. Вот. История, собственно, про байк. Я очень хорошо помню, как решалась ситуация, то есть, ну, мы приезжаем, я понимаю, что я байк, ну, как бы наутро, я за него уже не села, потому что, ну, у меня страх не страх, но у меня неделю, наверное, колбасило. Я, наверное, даже первое, там, какое-то время я не садилась за руль, потому что мне было, ну, как бы некомфортно, неуверенно в себе. Там ещё горы такие, ну, туда-сюда ты, получается, едешь. То есть, мне было неуверенно, меня кто-то вёз. Вот. И начинаются там скандалы, начинаются там какие-то требуют, что-то там ребята, кто со мной приехал, что-то кричат, что-то все ругаются. А я понимаю, особенно после ретрита, после всего, что вот этим всем будет только хуже. И я просто сажусь там, у него, прямо в этом маленьком, там, 2 на 2 метре комнатушки, на какой-то деревянный стул поджимаю под себя ноги, закрываю глаза и просто ухожу. Я понимаю, что у меня там где-то больно физически, да, от того, что у меня там ножки, все ручки покоцаны, от того, что я там ходила где-то, далеко ездила. То, что, ну, всё это всё равно нарастается, это больно на физике-то что говорить. Но я понимаю, что это всё как бы вот оно вроде как с бодиком, а я-то вроде как тут. И я понимаю, что, ну, как бы всё суета. И сижу, вот, и просто выключаю себе голову. То есть я стараюсь просто ни о чём не думать, не вовлекаться в ситуацию, не скандалить за этот байк с этим обтатуированным тайцем. Вот, таким всем мачо-меном, которые там, такой, рокер, шмурокер, не знаю, как они нам все называются. Вот, и что вы думаете, через какое-то время, там, 15-20 минут начинают подтягиваться какие-то люди, какие-то мои знакомые. Приезжает Наташка, не помню, короче, я не помню всех по именам. Оказывается, что они с этим парнем, который, а, я ещё не ездила на Самуи к этому времени, у меня ещё не было денег. То есть я сижу и понимаю, что у меня нифига нет денег, что мне надо там тысячу баксов платить этот штраф, что он мне не отдаёт паспорт, потому что, ну, как бы мне надо, чтобы он мне отдал паспорт, чтобы мне отвезти этот паспорт. Не помню, зачем мне надо было висеть. Ну, короче, надо было забрать паспорт. Вот, и получается какая-то вот такая, изначально видится пипецпатовая, просто непроходимая ситуация. А с другой стороны, я просто сажусь и начинаю об этом не думать. И всё начинает решаться само собой. Не буду вдаваться в подробности, я их просто тупо не помню. Но приехали ребята, которые с ним тусили, которые его знают. Он сразу там почему-то помягчел. Вот, он увидел меня, то, что я как бы ни скандалю, ни ору. Мы посмотрели ещё раз потом этот пластик. Ай, Лёля, кто-то там пришёл, привёз какие-то деньги. Я говорю, ребят, мне надо с ним расплатиться. Вот, в итоге мы договорились с этим чуваком на 7 или на 8 тысяч бат. Это 250-300 баксов. Мне люди привезли там кто-то тысячу, кто-то две, у кого сколько было. Мы тут же выкупили мой паспорт, отдали ему этот байк. И вот тогда я поехала на пароме, взяла карточку, сняла денег, раздала долги. То есть, ну, как бы я не собирала донейшены. Я просто, ну, так вот получилось, что ребята сами, говорит, мы сейчас. Вот, отдашь, когда отдашь? Я говорю, да-да-да, вообще. Ну, и на следующий день я им всё это раздала. Ещё и больше. Вот, они меня там катали неделю. Ну, половина разъехалась, соответственно. Осталась Машка. Я не знаю, чем она сейчас занимается. Мы потом какое-то время ещё общались. Вот. Владивосток, кстати, как ребятки. И там нашёлся ещё какой-то парнишек, который устраивал взрослым... Молоденький мальчик. Женя, 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 Женя его звали на завод. Каким-то женщинам он устраивал приватные экскурсии на своём мотобайке, которые приезжали на Панганной. И ещё продавал, короче, траву. Косички крутил сам и продавал. Вот. По первому пункту он мне был не нужен, а по второму было зашибись. И я просидела неделю. У меня был малюсенький домик. Домики, знаете, ну, как бы из деревяшечек. Там даже перегородки на туалет не было. То есть ты как бы заходишь немножко, а там унитаз. И никаких кроватей не было. Просто по уровню вот этого дома, по размеру этого дома. Там был топчан с сеткой. Стёкол не было. Там какие-то окна. Ну, если есть, я найду. Фоточку покажу. Я в таком домике прожила ещё больше недели. Соответственно, ну, как бы еду возить там особо некому. Ну, иногда Женька там с косяками привозил ещё еду. А вот 7-11. Водить байк мне совсем было не алё. Маша, вот, которая тоже была рядышком байк, она не водила. Мы пили какой-то быстрорастворимый кофе у хозяйки за какую-то денюжку. И, собственно, я просто сидела. А это было всё вот, ну, не знаю, в пяти метрах от моря, океана. Чё там, Пацифик, Шмацифик. Лопас, привет. Вот. Не помню, какое там море было. Было к океану. Короче, на Пангане прям вот водичка была. Пальмы такие, водички. И я ещё неделю гамаки. Вот такие же, кстати, гамаки похожие. Вот. И я ещё неделю просто, просто, просто у меня был свой ретрит. То есть у меня было настолько сильное погружение в себя. И, кстати, я, короче, про себя рассказываю. Я хотела про ситуацию, когда голову отпускаешь. Ну, короче, вот. Вот тогда стопудово моё пофигистичное, как я его называю, да, какая его называет отношение, оно повлияло очень круто, в положительную сторону, на ситуацию. То есть ты, когда уже находишься в точке там, и тут, и там одновременно, и ты понимаешь, что всё хорошо. Вот всё, что, блядь, сделалось, всё хорошо. Даже то, что папа умер, как бы это больно не было, как бы это ни звучало, отчасти всё хорошо. И для него, и для меня, и для сестры, и для мамы, и для кого-то другого. Всё всегда хорошо. Если что-то происходит, просто не ведись. Отключай мысли, убирай всё из головы, всю значимость, всю суету, всю бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, и ситуация будет так, как она тебе нужна. Даже если тебе покажут, что пиздец, просто реально пиздец, если ты научишься, если ты действительно отрубишь свою бошку, если ты не будешь вовлекаться во всё это, то не будет пиздеца. Ты через какое-то время, блин, откроешь глаза и поймёшь, что всё как было, всё правильно. Это то, чего я всегда желаю всем и себе в первую очередь. То, что я могу попросить у духов или ещё у кого-то. Это, блядь, не деньги, не самолёты, не про виджеты. Это чтобы было всё правильно, потому что я знаю, что и так всё правильно. То есть я сама себе верю. И вы верьте, всё будет правильно. Главное тут. Ноги, хвост, главное тут. Реально, ребята. Ещё была ситуация очень прикольная, очень такая показательная. Про Лаос, про то, что, собственно, может быть всё, как ты хочешь. Ты можешь управлять этой реальностью. У меня, на самом деле, таких было случаев очень много. То есть начиная от того, что человек, блин, из Сочи умудрился поступить в первый вуз педагогический Москвы, при этом никак не готовясь, не учася, вообще распиздяем там по первое число, быть просто потому, что так было прикольненько. Вот. Заканчивая всем остальным. Всё можно, всё в голове. Расскажу ещё одну коротенькую историю про Лаос. То есть я как только приехала сюда, в Лаос, я была вообще как будто где-то отбитая, то есть такая отшарашенная. Ходила в каких-то там майках в этих, в шортах секонд-хенд, то есть вообще где я, кто я, пофигу. То есть я меняла, трансформировала свою голову. Это было ещё до всех этих ретритов моих, до ноги вот этой вот покоцанной, до всего, в самые-самые-самые-самые первые дни мои в Лаосе. Там есть набережная Меконг. Она такая большая, и на закате все туда ходят. Кто-то ходит на водичку посмотреть. Там раньше не было, я развлекала, сейчас там какие-то лошади шмошади. А раньше просто, ну как бы всё было 10 лет назад, 11. Ходили все такие, ну не знаю, гуляли, вот, гуляли. Променад вечерний себе устраивали. Вот. И приехали ребята, мы только с ними встретились. Это, напомню, был мой заместитель генерального директора Дима Гуркин, любимый, дорогой, обожаю его, вот, умер от ковида. Это был Лёня, очень крутой чувак с Микрософта тоже, дядька-дядька, прям, прям дядька, пятизвёздочный отель, такой прям весь в Панаме, белый такой, господин. Ещё там был Алексей, тоже, по-моему, с Микрософта, ну какой-то гондонистый чувак, ну как бы, не помню его, неважно. Вот. И кто-то ещё был, не помню кто, но кто-то был. И вот мы такие на Меконге, я вот такой распиздяй в оранжевой, раздафарай какой-то, блин, в футбол, в этой майке, там, в каких-то шортах, точно не буду. А может буду. Тут говорят, на крамбале хотят делать какую-то настойку. Вернее, я хочу, чтобы они сделали, они пока ещё об этом не знают, надо сказать. Так вот. И мы сидим такие, короче, на Меконге, такие солидные дядьки. Я такой распиздяй, понимаю, что как бы момент, когда тебе становится пофиг. То есть, он у меня почему-то куда-то потерялся, и спасибо Сергеевне за то, что она меня вернула обратно в это русло. Вот. Но вот тогда это было очень чётенько. То есть, момент, когда тебе на всё пофиг. Ты ощущаешь вседозволенность. Ты можешь всё. Вообще всё. Вот. И мы, короче, садимся на этом Меконге. Я говорю, мужики, ну, то есть, вот, как бы, какой-то там руководитель, директ, начальник отдела, там, не помню, короче. Вот. Вот, короче, всякие суперкрутые дядьки, там, заместитель генерального, там, ещё какой-то генеральный. Лёня, какой-то большой человек в Микрософте. Был, неважно. Вот. Но просто такая очень-очень-очень комичная ситуация. Я говорю, мужики, говорю, а курить будете? У меня, говорю, косяк есть. Они такие, будем. Вот. как-то, ну, то есть, у меня опыта, как бы, ну, не важно, короче. Не знаю, как там, что крутится. Я, короче, в сигарету, то есть, были тогда все сигареты, я курила, обычные сигареты постоянно. Ну, я туда напихала, думаю, в Азии же прикольно. Вот. И мы, короче, начинаем курить траву на набережной Меконга. Подходит какой-то чувак в гражданском. Вот этот вот, который второй гондон, третий гондонистый, он начинает, а он знает Лаос, он давно здесь уже тусит и так далее, начинает суетиться. Я говорю, не сыт, чувак, сейчас прорвёмся. И следом за этим гражданским приходит 20 человек с автоматами просто и окружает нас. То есть, ты сидишь, блядь, на набережной в чужой стране без году неделя, там, два дня, среди своих, там, каких-то недавнешних совсем генеральных директоров. Куришь траву и тут тебя обступают погранцы, потому что на Меконге курить нельзя, ребята. Бля, всем говорю, не курите, там надо штраф платить. Вот. Но я не платила, там ещё были случаи, когда платили. И у нас ничего не нашли, то есть, нас всех обшмонали, у меня эту пачку перетряхивали 254 раза. А я просто сижу такая, знаешь, голову отключила, вообще ни о чём не думала. Ножки себе опять подогнула под себя. Говорю, ребят, у нас ничего нет, у нас всё хорошо, говорю, идите куда шли. Вот. Понятно, что они ничего не понимают, я говорю, всё, всё, говорю, good guys, pay, pay, pay. Вот. Трёх слов я тогда даже не знала. Третий день в Лаосе. Вот. Но я была уверена, что всё будет хорошо, а они, короче, тоже всё обшмонали, всех проверили, всё потыкали, пачку мою вот эту вот пять раз вытащили, сложили, ничего не нашли. Тут же они, ну смотришь в него, он держит, блять, его в руках, и он просто его не видит, потому что это магия, ребята, потому что, сука, всё в голове, просто не суетись, и у тебя всё будет, вообще всё. Вот. Ну и ещё вон там вот то, что я раньше рассказывала, быть хорошим, верь в себя, бла-бла-бла, вот, всё вместе, всё вместе. Так что была вот такая вот одна из историй, которая просто чётенько показала, что ты можешь всё, вообще всё, вот, и всё-всё-всё в голове. Поэтому не ведитесь, когда проходит какой-то пиздец, когда, то есть вот с той же разблокировкой счетов, у меня там в какой-то момент бу-бу-бу, но опять-таки я понимаю, что в большинстве процентов, в большинстве случаев это больше даже для проформы какой-то остаточный, у меня такой остался, ну, блядь, я же, я же капандир, я же, я же мне там всех надо, там, вух, и всё. Но тоже проходит. После Бангкока вообще очень многое изменилось, продрасталась я знатно, много чего ушло, много злости ушло, агрессии ушло, какого-то такого, ну, какого-то негатива-то не было, но какого-то вот тут вот, такого, когда вот у тебя сжимается, и всё, вот это ушло, как-то проще дышать даже стало. Вот, поэтому буду рассказывать вам такие прикольные истории. Вот, если вам прикольно, ставьте лайки, а то сейчас все, быленько, не поставят мне лайки, и не буду я вам больше истории рассказывать. Вот, там. Ну и всем добро, а что-то ещё хотела сказать? А ну, похуй, потом расскажу. Всем доброе утро, лайки сначала. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.